В течение всего 2023-го биткоин следовал одному ключевому варианту сетки Фибоначчи, который строится от зоны, предшествующей коллапсу FTX, до зоны после этого коллапса, что дает нам цели, которые мы получили в течение этого года. Каждая конкретная вершина соответствовала этим уровням Фибоначчи, включая нашу последнюю зону сопротивления, в результате от которой биткоин отскочил обратно на годовые высоты. И это нам дает основания полагать, что биткоин может направиться вверх к уровню 4, 2, 3, 6 в виде следующего шага, к 41 тысяче. Если мы посмотрим на дневной RSI, то увидим, что биткоин выдержал этот аптренд. И совсем недавно мы с вами обсуждали то, каким образом мы узнаем, будет ли дальнейшая коррекция, и это будет именно в том случае, если биткоин не удержит аптренд дневного RSI, что вылез в тестирование предыдущего сопротивления в виде новой поддержки. Но этого подтверждения мы не увидели. Биткоин уровень удержал. А также общая тройка. Капитализация крипторынка, за исключением биткоина и эфира, сейчас находится в том же самом сетапе, что и в 2020, перед огромным забегом альты. Но интересная вещь данного сетапа в том, что это сейчас происходит до халвинга. А прошлый сетап происходил после халвинга. Таким образом, альткоины сейчас находятся в предхалвинговом сетапе бычьего забега. Все это и больше в сегодняшнем видео. Как дела, ребят? Добро пожаловать на канал. Размотайте в щи кнопку лайк, а также подпишитесь на канал, если вам нравится такой контент. Итак, биткоин в настоящий момент показывает свою силу. Мы смогли удержать эту краткосрочную восходящую трендовую линию, а также удержали аптренд дневного RSI. В итоге тренд продолжает трендиться. Все это выглядит очень хорошо и говорит, что, возможно, мы сможем увидеть более высокие цены в этом забеге, перед тем, как скатиться в какую-то консолидацию. И это очень круто. Этот оскок для биткоина был довольно оживляющим для индикатора RSI, потому что он показал нам, что рынок также ожидает данный тренд. Что это было правильно воспринято рынком, а люди заходят в лонг на этой трендовой линии RSI. Что помогает нам понять то, какая сейчас происходит структура, а также какие возможные изменения нас могут ждать в тренде. Итак, биткоин отскочил от дневной трендовой линии RSI, и цена оказалась рядом с новой вершиной. Итак, что это нам говорит, и что, возможно, произойдет с биткоином в данном сетапе? Биткоин оказался в ситуации, когда индикатор RSI также может встретить продолжение медвежьей дивергенции с восходящим верхом цены. Это очень часто в обычном рынке, когда на графике мы видим медвежью дивергенцию, в то время как цена продолжает расти. Так что я думаю, что можем увидеть тонны медвежьих дивергенций, в то время как цена будет продолжать свое движение все выше и выше. И в конечном итоге, когда мы достигнем гораздо более высоких цен, это может быть 41 тысяча, это может быть пробой цели не спадающего клина, например, 52К. Здесь возможностей очень много того, как высоко мы можем зайти. Но в какой-то момент времени RSI сломает свой тренд. Он это сделает, потому что это неизбежно. РSI может расти только вот досюда. И он всегда, в какой-то момент, возвращается на нижний уровень. Так? Так что, ребят, это ключевая структура. Повторюсь, мы сейчас здесь находимся и видим медвежью дивергенцию уже недели, при этом лезя все выше и отстраивая восходящие верха. Но рано или поздно это станет ключевым фактором и ключевым сигналом. Так что, на мой взгляд, продолжающаяся медвежья дивергенция и восходящие верха — это именно то, что, вероятно, сейчас и происходит. А этот подтверждающий отскок говорит о продолжении тренда. На RSI мы видим восходящие низы. Но опять же, не забегайте вперед, ведь все на самом деле возможно. А все остальное — это лишь спекуляции. А с моей стороны, это всего лишь попытка поделиться своими мыслями. По рынку, когда я вижу тренды наподобие этого. Мы сохраняем аптренд RSI, у нас образуются восходящие низы — это та картина, которая вырисовывается при движении вперед. И только когда мы ее нарушим, поломается тренд, тогда все изменится. Но пока у нас все в порядке. И как я недавно говорил, несмотря на все краткосрочно происходящее, картина остается очень бычей. Биткоин стремится вверх, он выглядит очень сильным, так что посмотрим, к чему все это приведет. Но, двигаясь дальше к Total 3, это капитализация крипторынка за исключением биткоина и эфира. Без биткоина и эфира. Все, кроме биткоина и эфира. Что дает нам капитализацию рынка всех альткоинов и стейблкоинов. И это тот сетап, который у нас сейчас с вами есть. Если мы посмотрим на альткоина, я уверен, ребят, вы заметили, что у альткоинов образовалось довольно эпичное движение за последние несколько недель. И сегодня, буквально недавно, альта получила такие серьезные объемы, значительные пампы, показав множественные пробои. И вот почему, ребят, потому что альткоины находятся на значительной переходной точке, в точно таком же сетапе, который у нас был в 2020-м. Когда рыночная капитализация Total 3 вырвалась за линию сопротивления, протестировала ее, подтвердила ее как поддержку, после чего образовался огромный альткоин-забег. Теперь, возможно, это снова происходит. Так? И очень интересное дело в том, что все это происходит до халвинга. Последний раз, когда мы видели такой прорыв через сопротивление, ретест, а потом продолжение движения, было после халвинга. Мы пробили сопротивление после халвинга. Посмотрите, у нас даже не было халвинга, он будет только через 6 месяцев. А альткоины буквально в шаге от такого прорыва. Так что это все говорит нам, что интерес в альткоинах начинает расти, набирая все больше внимания перед тем, как произошел халвинг. Что означает, альткоины в этом следующем бычьем рынке могут на самом деле получить гораздо больший рост, чем обычно это происходило в бычьих рынках. Я думаю, что альткоины, вероятно, могут в этот раз устроить огромный бычий забег. А этот индикатор на экране называется «Индикатор прибыли циклов биткоина». Он совершенно бесплатный, я его сделал, и он доступен на TradingView. Идете в раздел «Индикаторов», «Индикаторы сообщества», кликаете на «Индикатор в тренде», он сейчас находится в топ-10 индикаторов. Так что вы его легко сможете найти в списке топовых индикаторов. И добавляете себе в избранное. И мы здесь с вами видим, что данный индикатор также показывает зоны прибыли и для альткоинов очень и очень хорошо. Так что индикатор прибыли циклов халвинга для биткоина работает не только для биткоина. Вы его можете использовать и для альткоинов, да для чего угодно. Он хорошо работает довольно для большого количества криптоактивов, имеющих довольно большую рыночную капитализацию. Так что вы можете анализировать Total 3 в виде точки входа и выхода на основании истории. Конечно же, никакой гарантии нет, что это будет и в будущем, но по мере развития текущего цикла, все эти индикации и надписи будут появляться в реальном времени. В реальном времени появится надпись халвинга, а также каждая свеча и каждая подпись будет появляться в реальном времени. Как-то так. А что касается биткоина, мы с вами обсуждали его дневной RSI и его аптренд. Так что если биткоин нам покажет дальнейшее движение все выше, а цена будет пробиваться все выше и выше, какой бы уровень она ни показала, 41 или 52, а затем придет консолидация перед тем, как мы спустимся ниже, так? Если мы видим образование этой дивергенции, которая в конечном итоге перейдет нас к небольшому падению перед продолжением роста, то следующая зона консолидации для альткоинов, вероятно, будет очень большой. Определенно, держите это в голове. Следующая консолидация, возможно, станет инициатором прорыва Total 3. Так что, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео, а информация была полезна. Не забывайте про уровни сетки Fibonacci, построенные на падение FTX и цели 4, 2, 3, 6. Следите за дневным RSI. Пока у нас все хорошо, у нас идет тренд, означающий возможное продолжение роста. А я вам представил набор мыслей, которые помогут вам собрать своего рода карту или гайд, по мере нашего движения вперед в этом тренде. И это очень вдохновляет видеть наше движение в 2024 год с такой силой для общего крипторынка. Так что, надеюсь, вам понравилось. А я с вами прощаюсь и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok